Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день. В эфире Финам ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, 15.06 уже в Москве. Опаздываем, опаздываем. Надо скорее торопиться, потому что все, что происходит на финансовых рынках, нас с вами интересует. Естественно, в этот час у нас есть возможность все это дело обсудить, посмотреть и дать оценки, и даже какие-то прогнозы, может быть. Тоже дело неплохое. Тема сегодняшнего эфира «Валютный рынок» под тема «Рубль продолжает терять в цене». Кстати, действительно это так. Небольшое ослабление вновь мы видим сегодня национальной валюты. Ну и в целом мы говорим о валютном рынке, о глобальном валютном рынке. Ну и, как всегда, естественно, поговорим и обо всем остальном. Поскольку, как известно, все финансовые рынки взаимосвязаны, наблюдаются жесткие корреляции, некие раскорреляции, что не совсем для торгующего людо есть хорошо, но что же делать, такова жизнь. Итак, я представляю гостей. Сегодня в студии Максим Зайцев, старший аналитик сонного группы «Норд Капитал». Добрый день, Максим. Добрый день. И в студии сухого остатка Алексей Егоров, аналитик промсвязь «Банка». Добрый день, Алексей. Добрый. Уважаемые слушатели, телефон в студии 651099, 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Все это вам может понадобиться для того, чтобы присоединиться к нашему эфиру. Звоните, пишите, задавайте своими вопросы, делитесь собственными мыслями на заявленную тему. Собственно, еще раз повторю, мы будем сегодня говорить преимущественно о валютном рынке. И ваше мнение на этот счет тоже очень любопытно всегда, тем более, как известно, и мои коллеги, и коллеги в других средствах масс-формации сейчас очень активно, что, может быть, на мой взгляд, и не совсем правильно. Но тем не менее, очень активно обсуждают юбилеи недавние, да, юбилей 98-го года, юбилей других неприятных событий в нашей истории. И какие-то аналогии, вот, наверное, самые неправильные, какие-то аналогии пытаются с этой точки зрения провести. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, они и есть, эти самые аналогии. Ладно, итак, начинаем эфир. Я, если позволите, быстренько, традиционно, картину маслом. 15.08, что происходит на рынке. Вчерашние закрытия Америки, ну, я ж, я не знаю, ожидаемо, нет ли, но тем не менее, все более создает уверенность, что американцы готовы откорректироваться. СНП 500 потерял еще полпроцента, 1646 упал он на поддержку. Примерно столько же потерял Доу Джонс и чуть меньше Назда. То есть Америка, ну, не знаю, дает вот такой нам сигнал о начале коррекции. Кстати, валютный рынок все-таки впрямую, ну, имеется укреплением доллара, пока этот сигнал не отыгрывает. Посмотрим, что будет дальше. Итак, сегодняшний торговый день. Японская сессия. Nikkei 225 теряет 2,5%. Полпроцента. Шанхай композит. Европа также в минусе. Фудси 100, минус полпроцента. Ну, и индикаторы российского рынка не отстают от заданной тенденции, от заданного тренда. Теряет РТС процент ровно. Вот сейчас смотрю. И чуть меньше, 80% в минусе индекс ММВБ. Рубль, как я уже говорил, слегка сегодня падает. Ну, и далее все, в принципе, в тренде. Что радостно. Радостно, ну, с точки зрения технического анализа. Нефть марки Brent также корректируется. 109,33. LightSuite 106,20. Золото также в коррекции. 1375 сделал оно локальный максимум. Сейчас вот сходил уже ниже 1360 за унцию. Евро-доллар, Леша сказал, да, буквально. Ну, я имею в честь, да, наверное, появления Алексея Егорова в нашей студии. Буквально до его прихода сделал рывок к 1,34. Ну, там, как мы знаем, да, среднесрочное сопротивление. Все начали активно продавать, видимо. И сейчас мы видим все-таки небольшой отскок. 1,3380. 20 пунктов теряет евро-доллар. Ну, лиха беда начала. Набор голубых фишек сегодня в основном в отрицательном территории. В красном цвете. Лидеров падения. Давайте я отмечу АвтоВАЗ 2,2%, 2,5% НЛМК, 1,5% Сбербанк, Северсталь 1,3%, ВТБ 0,5%, процент Газпром. Лучший рынок вот сейчас в моменте, по крайней мере, держится МТС. И, кстати, фьючерс на S&P тоже пытается сделать отскок. Правда, такой достаточно слабенький. Вот такова картина маслом. Ну, единодушие, как минимум, радует меня, если, опять-таки, да, собрать в кучку все, что я сейчас озвучил. И фондовый, и сырьевый, и валютный в какой-то степени рынок. Вот, значит, какой-то общей идеей, видимо, объедини. Леша, ты наверняка знаешь, что это за идея, да, твоя непосредственное предложение было. Ну, я с тобой соглашусь обсудить ожидания событий. Просто у меня такой вопрос. Куда же уходят деньги все-таки? Ну, то есть, если они выходят, там, из-за сырья, там, из-за... Ну, ты знаешь, раньше меня интересовало, ну, несколько раньше меня интересовало просто, куда уходит детство. Да. Да, тебя интересуют более материальные вещи, куда уходит. Ну, давай поговорим об этом. Постарше стали. Куда уходят деньги все? Нет, ну, есть, как бы, предположение того, что все-таки инвесторы, там, опасаются приближающейся все-таки публикации протокола заседания ФРС предыдущего. Не дали, как завтра это будет публикация. Ты действительно ждешь каких-то, так сказать, реакций? Ну, если честно, как бы, там ожиданий слишком каких-то там инновационных, что-то такое, что может там изменить так глобально настрой рынка, мне кажется, быть не может. Но могут быть намеки, как обычно, которые там рынок так или иначе воспринимает, да. То есть, все приблизительно ожидают то, что ФРС когда-нибудь начнет сворачивать меры монетарного стимулирования. Ну, и основной вопрос, когда он это сделает и каким способом, то есть, сразу ли это будет, либо, там, например, будет объявлено сначала, вызвав, там, у инвесторов, там, какую-то психологическую реакцию, но с отложенным эффектом, например, там, да, действительно, мы сворачиваем программу, но не сейчас, а через три месяца, да, чтобы сначала психологический фактор сыграл, потом поддержал это фундаментально. Ну, пример такой был в июле, да, я помню, что там выступал господин Бернанг, говорит, ребята, пора, наверное. Ну, да, и с этого момента, да, мы до сих пор, как бы, находимся вот в этом положительном тренде для тех, кто шортит. Ну, вот. Ну, собственно говоря, как бы, вот, наверное, основные так вот риски, которые сейчас существуют, потому что вот если посмотреть, что происходит в Европе, в Европе вроде как намечаются там небольшое улучшение экономической ситуации. Более того, официальные лица уже заявляют, что Европа выходит из рецессии, готовы к этому. Ну, я помню, что они давно уже, как бы, собирались, как бы, выходить оттуда, но тяжело им это все давалось. Ну, да. Дело все в том, что, как бы, вот, вчера был представлен отчет Бундесбанка, да, это, как бы, Центрального банка Германии, и так, в принципе, он довольно-таки позитивный был, что там та политика, которая ЕЦБ, ну, она позитивна была с точки зрения, она была позитивной для Германии, да, то есть для Германии, там, та политика, которую проводит ЕЦБ, она выгодна, скажем так, потому что там они пишут. Ну, вот, как бы, то, что потенциально темпы роста экономического будут еще дальше стабилизироваться, то есть продолжат расти, инфляционные риски будут снижаться. Ну, понятное дело, что, как бы, тем странам, которым там не хватает фондирования, они немножко, как бы, хуже относятся к политике ЕЦБ. Нет, это понятно, но, в любом случае, они в одной связке идут, да, Германия, кто вытянет, кто Европу, как не Германия. Ну, самый большой вклад, как никак. Да, да, да. Максим, как ты думаешь, если вот мы неожиданно сейчас на Еврозону перекинули свой взгляд? Ну, вот, мы сейчас коснулись Бундесбанка, вот, сейчас накануне его руководитель сказал, что не исключают в ближайшее время того, что ЕЦБ начнет ужесточать монетарную политику, то есть речь идет о повышении процентной ставки, собственно, на этом, скорее всего, евро и скакнул вверх. Поэтому, в плане, вот, что касается, несмотря на то, что ФРС собирается тоже ужесточать денежно-кредитную политику, сворачивать программу количественного смягчения, ЕЦБ здесь старается не отставать, то есть мы видим уже разговор о повышении ставки, и в то же время одновременно и инфляция там сейчас в еврозоне все-таки пока чуть ниже, чем в США. Поэтому в этом смысле, если мы посмотрим на какие-то фундаментальные данные, то все-таки евро, как бы, продолжает смотреться интересным, то есть, собственно, на этом он и держится, то есть на низкой инфляции. Он интересным и интереснее, чем доллар? Пока еще да, потому что все-таки сворачивание программы количественного смягчения — это достаточно мощный инструмент, который может, конечно, глобально все перевернуть на валютных рынках и вообще в целом на всех рынках. Но, как бы, мне кажется, что сейчас многие переоценивают значение этого фактора, потому что, во-первых, это будет происходить постепенно, скорее всего. Во-вторых, это происходит все-таки на улучшении макроэкономических показателей. То есть одно будет балансировать другое. Поэтому я не исключаю... Одно, ты имеешь в виду один показатель, да, макроэкономический? То есть, с одной стороны, сворачивается программа количественного смягчения, с другой стороны, мы видим улучшение макроэкономики. Соответственно, фондовые рынки и рискованные активы продолжают оставаться интересными. И если мы посмотрим, вот S&P корректируется с начала месяца, исторического максимума в начале августа достиг. Если мы посмотрим на вчерашний день, насколько он снизился, то это будет где-то около, я вот специально посмотрел перед эфиром, 3,7%. То есть, пока не сказать, что это... По отношению к максимуму, ты имеешь в виду, да? Да, к историческим максимуму. Пока не сказать, что это значительное снижение, значительная коррекция. И мы видим, что на фондовом рынке США продолжаются отыгрываться какие-то отдельные корпоративные истории, когда закладываются нападения, в принципе, падает все. Я понял. Хорошо, мы их приверем. Сейчас у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Максим Зайцев, старший аналитик кондиционной группы Нордкапитал, и Алексей Егоров, аналитик промсвязь банка. Мы обсуждаем тему валютного рынка, ну, более пристально, я бы так сказал, а как всегда говорим о том, что происходит в моменте и в недалеком, а то и в далеком будущем на финансовых рынках. Напомню еще раз, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Итак, продолжим. Максим, ну, давай, поскольку прервали тебя, уходя на новости. То есть идея какая? Для развитых рынков, да, собственно, все не так плохо. Да, в принципе, не так плохо. И, как я сказал, то, что некоторые отдельные корпоративные истории на фондовом рынке США продолжают отыгрываться. То есть там, допустим, если мы посмотрим на акцию Apple, самую крупную компанию в мире по капитализации, то она вот сколько вот с начала месяца индекс S&P продолжал снижаться, ее акции, наоборот, росли против тренда. То есть, в принципе, рынки в каком-то смысле развиты, продолжают оставаться интересны. На валютных рынках мы не видим, в том числе, ослабления доллара к валютам развитых стран. С другой стороны, мы видим продолжение какого-то негативного тренда по развивающимся рынкам, в том числе и на валютных рынках. Вот сегодня мы видели, как в очередной раз индийский рупий обновил свои минимумы. То есть, сначала год уже снизился на более чем 13%, и, в принципе, далеко ходить не надо. Мы видим также негативную динамику и по рублю. ЦБ вот только вот с начала месяца вынужден был три раза сместить операционный интервал вверх. При этом, как бы, вот последний раз это был, последний раз операционный интервал был 12 августа сдвинут, и в следующий раз уже 14-го. То есть, он очень быстро достиг накопленных интервенций в 450 миллиардов долларов буквально за два дня. Поэтому, что касается развивающихся рынков, то здесь мало что обнадеживает, и в настоящий момент мы какой-то наблюдаем декаплинг, то есть, стимулирующие меры, в принципе, принесли какой-то эффект для развитых рынков. В то же время, для развивающихся рынков это, скорее всего, будет очень такой вот болезненный, не болезненный, а очень отложенный эффект. То есть, скорее всего, как бы, восстановление на нашем, на российском и на других развивающихся рынках мы вот в ближайшее время пока не увидим точно. Они здесь наиболее вызовемы, продолжают оставаться. Я понял. Спасибо, Максим. Леш, смотри, вот затеяли мы тему, да, разговор о валютах развивающихся стран, и действительно, и бразильский реал, да, ну, как яркие пятна, и та же индийская руплика, рупи, извините. Индийская рупи обновляет минимумы. Рубль держится более-менее устойчиво, да, на этом фоне как минимум. Но, я так понимаю, что он в тренде, потому что это... Не, ну, связка определенная. Да, глобальная какая-то идея, да? Не, ну, если смотреть, да, как бы, с точки зрения, там, последний, я вот рассмотрю, как бы, с точки зрения, там, формирования, наверное, бюджетных доходов, да, просто, как бы, страны, которые ты перечислил, они все-таки, наверное, там, относятся, помимо того, что к развивающимся, они же еще и относятся, там, к сырьевым, да, частично, вот, например, там, Бразилия и Россия. И, в частности, вот, как бы, опасения, высокие, там, риски того, что все-таки экономика Китая начнет замедляться, она и так замедляется, да, и все, в принципе, опасаются того, что, как бы, потребление сырья физическое, оно сокращается, потому что основные потребители, там, Европа, там, улучшение есть, но оно не такое, как оно, там, хотелось бы, скажем так. Так, потребление, потребление конечного товара, производимого из сырья, оно сокращается, вот, собственно говоря, как бы, поэтому, наверное, там, нас также дополнительно и трясет, вот, ну, что касается, там, рубля, давайте я про рубль все-таки больше знаю, наверное, ну, вот, действительно, рубль, там, ослабевает, вот, одно из последних, последних предпосылов для ослабления рубля было, да, вот, заявление Минфина, то, что, вот, он готовился выкупать валюту для формирования резервного фонда, то есть, ну, вот, как бы, избытки, там, бюджета полученные, они, там, формировали бюджетные. Это в июне месяце еще, да, заявление было? Да, 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 оно совпало, там, с таким резонансным заявлением, что для цели стимулирования экономики неплохо бы и девальвировать рубль на пару, на пару, там, по отношению к доллару, на пару рублей, ну, собственно говоря, так и сдевальвировали, да, ну, как бы, понятное дело, что это такое. Причем без участия Минфина еще, да, только валютной, вербальной интервенции было достаточно. Да, ну, в принципе, как бы, там, если бы сейчас, там, Минфин, ну, он сейчас в очередной раз перенес дату на конец сентября, по-моему, да, на конец сентября, ну, в принципе, там, сейчас российские монетарные власти находятся в определенных заложниках между друг другом, скажем так. ЦБ не может снижать ставки до тех пор, пока у нас нет какой-то определенной стабильности на валютном рынке, потому что снизив ставки, просто он, ну, лишь увеличит отток капитала из России, ну, потому что можно дешевле, там, здесь взять рубль, да, как бы, купить доллары, ну, и посидеть, пока он там обратно не вырастет, условно говоря, так, ну, то есть, таким вот образом. А Минфин тоже не может выйти, потому что это будет такой диссонанс с центральным банком, ну, и, собственно говоря, тут, как бы, какая-то определенная неразбериха с точки зрения того, кто начнет какие-то действия совершать, ну, до тех пор, пока, во всяком случае, что не будет стабилизации на глобальном валютном рынке, да, то есть, вот, как бы, не начнет, там, евро-доллар хотя бы, там, не то, что там скорректируется, никто не говорит про коррекцию, там, евро по отношению к доллару, ну, допустим, там, опустится, там, к уровню 30%. Да, и будет удерживаться продолжительный период времени, то есть, таким образом, задав нейтральный вектор для всех остальных стран, локальный валютный рынок также не будет чувствовать себя абсолютно спокойно. На самом деле, сейчас, как бы, у рубля такая негативная тенденция, но я, честно говоря, я, когда последний раз приходил, говорил, то, что, там, с рублем не все так будет хорошо, и потом я долго не приходил, ну, вот, как бы, за это время нехорошо произошло, как раз-таки. Ну, именно поэтому ты долго и не приходил, да? Нет, просто я переходил. Ждал, как-то. Переходил в другое. Подразделение? Другой банк. Я понял. Ну, не в этом дело. Дело всего, подводя, опять же, к валютному рынку, я все-таки рассчитываю, то, что до конца года все-таки у нас какая-то определенная стабилизация на рубля произойдет, и не исключено, что, ну, лето действительно у нас всегда, август, там, вот, проводят люди аналогии, там, между кризисом августа, да, 98-го года. Действительно, в августе у нас непростой месяц, скажем так, потому что, ну, традиционно, там, у нас происходит какой-то определенный отток капитала усиливается в этот месяц, там, рубль ослабевает, но, как правило, стабилизация происходит, там, в конце второго, в начале, там, четвертого квартала. Я, честно говоря, ожидаю, что там, вот, как раз-таки, к концу года там... И деловая активность растет, вроде, да, и, соответственно... Ну, осваивать бюджет же надо. Да-да-да, спрос на валюту. Максим, вот смотри, интересный, мне понравилось, Леша, тезисы такие предложил, ну, относительная стабильность национальной валюты, да, это вопрос такой открытый всегда, если брать, в пример, валюту типа рубля, то, естественно, центральный банк активно принимает, активное участие принимает, ну, так сказать, имея какой-то валютный коридор, но тем не менее. Активное участие принимает в том, чтобы движения были не слишком волатильны, как говорят, да, участники рынка. А вот можно ли говорить о стабильности, вот, с такой точки зрения, если, допустим, про евро-доллар, правда, упомянуть? То есть валюта, которая торгуется, да, на открытом рынке, валюта конвертируемая, она, в принципе, может быть стабильна? Я думаю, что, в принципе, она может быть стабильна на основании того, что хоть там и нет каких-то прописанных механизмов регулирования курса, не увидится. Даже если их прописать, их просто, наверное, физически, да, невозможно реализовать? Ну, почему валютные войны, понести ставку? Я думаю, что... Ну, валютная интервенция, ну, мы же знаем, что... Я думаю, что здесь просто заинтересованы, какие ЕЦБ, такие ФРС в том, чтобы, как бы, здесь определенный паритет соблюдался, чтобы не было высокой волатильности. Определенный баланс, наверное, да, паритет все-таки? Поэтому, и в том числе, наверное, какие-то механизмы есть у них, это валютные свапы, то есть ЕЦБ с ФРС... ЕЦБ иногда занимают у ФРС доллары, поэтому я думаю, что, в принципе, как бы, в первую очередь ЕЦБ не заинтересован в сильном ослаблении евро, хотя многие говорят, что это бы помогло экономике, потому что это, опять же, привело бы к оттоку капиталу, и это бы, опять, привело к росту доходности по облигациям стран Еврозоны, что, как бы, не очень хорошо все это... Причем всех, да, стран, или все-таки лузеров в основном? Ну, в основном, да, в основном стран ПИКС, поэтому в итоге придут к тому, с чего начали, то есть с чем боролись. Леша что-то хотел добавить, извини, Матс. Да, не, я просто вот вспоминаю, там, порядок фондирования, там, ЕЦБ долларами, да, то есть, помните, буквально, там, пару лет назад, пару, либо полтора, либо два, вот, врать не буду с даты, в еврозоне не хватало долларов, просто очень большой спрос в банковской системе. Да, да, было, было. Да, и ФРС с ЕЦБ договорились о снижении ставки по валютному свапу, там, по-моему, до 50 байсных пунктов, там, 0,75. В принципе, как бы, ситуация стабилизировалась, то есть, как бы, это вот одна из, действительно, подтверждения слов Максима, что, как бы, там, какой-то определенный непаритет, да, вот, баланс между валютами все-таки должен соблюдаться, потому что, ну, действительно, там, не одним, там, лоббистам, скажем так, невыгодно, там, какие-то сильные колебания. Ну, обычно, да, вот такие разговоры слышим, да, вот, там, евро падает, допустим, доллар укрепляет, ну, это же выгодно еврозоне, а штатам не выгодно. Потом, наоборот, мы, ой, это же выгодно. Ну, здесь не все так однозначно, да, не только все так просто. Ну, конечно, кто-то теряет, кто-то находит, так же всегда бывает. То есть, кто-то, кто-то же вынужден покупать что-то, правильно, за доллар. Если кто-то, да, да, совершенно верно. Если кто-то продает, значит, у него кто-то же покупает, и, знаете, по-другому не бывает. Ну, а если говорить о вот этом здоровом балансе, все-таки, на ваш взгляд, да, это... Вполне очевидная вещь. Это район где-то 1,30, да, чуть больше, чуть меньше. Ну, я думаю, там диапазон можно взять где-то там, где-то вот 1,31, там, 1,29. Я думаю, в рамках этого ничего кризисного не происходит. Просто обычно, когда выходит за рамки вот этого диапазона, как раз-таки там начинаются опасения. Ну, то есть, рынок проявляет какие-то точки экстрема, да, то есть, вот опасения там в настоящий момент там высокие, то, что что-то произойдет где-то, да, и вот, то есть, рынок боится, соответственно. Вышел он за границы диапазона, да, и, соответственно, начинают все нервничать, начинаем, что же будет дальше? Да, потому что, ну, на самом деле, если рассмотреть тогда, как бы, то, действительно, там, сейчас вот опасается того, что там ФРС свернет меры, то есть, вот, как бы, такие вещи. Кстати, все-таки, возвращаясь к валютному рынку, ФРС свернет меры. Это будет на руку доллару, Максим? Ну, фундаментально, в принципе, да, это должно быть на руку доллару, так как объем вливаемой ликвидности на рынок уменьшается, соответственно, доллар, как таковой, должен, в принципе, укрепляться большинству валют. Странно, что вот пока на ожиданиях данных мер, пока мы этого не наблюдаем, в принципе, вот за последнюю неделю большинство, если мы не будем брать валюты развивающихся рынков, вот, большинство валюты развитых рынков, они укрепились к доллару, там, за исключением, может быть, австралийского доллара, совершенно верно, да, который активно сейчас, Резервный банк Австралии активно смягчает тоже денежные... Смягчает, ну, и он в русле все-таки, да, цен на сырье, как правило, торгуется. Еще раз новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему валютного рынка, говорим о национальной валюте, о валюте развивающихся и развитых стран. И хотелось, конечно, понять вот эту вот жесткую взаимосвязь, насколько она сейчас актуальна традиционно, да, доллар и все остальные валюты, как они в противоход, да, в противофазе движутся. Об этом мы говорим сегодня, ну, и, как всегда, о многом другом. С моими гостями в студии Максим Зайцев, старший аналитик кондиционной группы Нордкапитал и Алексей Егоров, аналитик Ромсвязь Банкана. Помню еще раз, телефон студии 651099.6, код Москвы495 и сайт компании финам.фм. Сейчас мы во второй части и в третьей, да, будем отвечать на вопросы. Если есть желание, можете еще и позвонить. Итак, продолжим наш разговор. Вот, кстати, валюты развитых же стран, ну, сырьевых все-таки в какой-то степени. Вот Максим вспомнил об австралийском долларе. Действительно, как следует из последних протоколов заседания Банк Австралии, да, по процентной ставке, то, как бы, разговоры вокруг того, что еще, может быть, даже и смягчение денежной кредитной политики Австралия может себе позволить. Там ставка, во-первых, да, для этого еще недостаточно низкая, ну, как бы, задел-то есть там. Ну, он, во-первых, уже снижал несколько раз с начала года, поэтому, собственно, это давило на австралийский доллар до этого. Ну, и плюс еще, да, мы говорили о том, что австралийский доллар, как валюта сырьевой экономики, в большой степени зависит как раз от цен на сырье, от того, как чувствует себя Китай. И в этом случае, собственно, да, снижение австралийского доллара было бы логично, да? Так оно, в принципе, и происходит. Так оно и происходит. Да, то есть, когда там объявили относительно там программы, я просто помню, что в какой-то момент там объявили данные о промпроизводстве в Китае, по-моему, там одна из самых сильных реакций была как раз таки в австралийском долларе. Это последние события, да, когда он начал коррекцию? Да, там буквально, да. Ну, собственно говоря, там во всех сырьевых валютах не все так хорошо. Несмотря, кстати, вот удивительно, да. Вот, хороший, да, снял у меня вопрос языка, но, в принципе, действительно, вот об этом тоже хотелось бы поговорить. Относительно высокие цены на сырье, на нефть, да, а рубль вон что. Вот, я, правда, возьми, как угадал. Как это? Нет, действительно, то, что как-то немножко иррационально, если смотреть исторический спред, вот, я строил недавно исторический спред нефти марки баррель к рублю. Действительно, исторический спред какой-то определенный существует, да, то есть не в кризисный момент, то есть, в принципе, все коррелирует. Вот сейчас определенный дисбаланс происходит, то есть, ряс корреляция между позицией рубля и позицией нефти. Понятное дело, что у нас основной источник, там, платежного баланса, да, ну, то есть, поступающих всей валюты в России, это действительно нефть, да, и, как бы, там, в принципе, высокая нефть должна, там, формировать, там, повышенный спрос на рубль. То, что изначально, там, валюты в стране больше происходят, возятся, скажем так. Но, по всей видимости, сейчас внутренние факторы, да, не исключено. Я не хочу говорить то, что там какая-то определенная политическая нестабильность, да, то есть, ну, действительно, как бы, какие-то экономические моменты, да, то есть, вот эти риски выходят на, получают большую значимость, нежели чем вот такие вот вещи, как цена на нефть. Ну, то есть, видимо, там, все-таки, инвесторы начинают смотреть на что-то другое. Ну, вот на что хотелось бы услышать, да, мы не будем обсуждать сейчас политическую нестабильность, да, об этом ты захотел сказать? Ну, нет, я... Мы говорим исключительно о экономических факторах. Нет, у нас в стране относительно все стабильно. Совершенно верно. Слава богу. Не Египет, да, где там камнями кидают. Не дай богу. Ладно, камнями там. Ну, да, ну, слава богу, у нас цивилизованная страна, где там... Ну, вот если говорить о экономических исключительно факторах, да, то что противовес высоким ценам на нет, тем не менее, давит на рубль. Что это? Ну, все-таки, как бы у нас, кто бы что ни говорил, да, то есть Россию почему-то, ну, не знаю, там, сравнивают те люди, которые объявляют о результатах там промышленного роста, промышленного производства, там, ВВП, почему-то сравнивают с разными странами. Ну, на всяком... Ну, циферки похожи просто. Ну, да, циферки похожи с точки зрения темпов роста, да, но не с точки зрения инфляции. Безусловно. Потому что инфляция там у нас пытаются ее загнать в таргетируемый уровень, там, 6 процентов, там, да, 6 у нас. 6,5, но пока получается все же, да, это близко, да, близко к этому. Ну, близко, но, как бы, не там, где хотелось бы. Ну, вот, но, собственно говоря, вот, по всей видимости, вот, такие вещи экономика, на самом деле, не очень демонстрируют позитивные моменты, скажем так. Не знаю, корево, наверное, фразу скажет. Нет, ну, понятно, о чем речь, Максим, вот, с точки зрения этих самых факторов. Я думаю, что, на самом деле, не очень, наверное, я бы не стал смотреть спред между нефтью и рублем, долларом, потому что здесь есть один такой момент, что, в принципе, как экономики развитых стран, они постоянно растут, мы видим постоянно увеличение выручки, там, промышленных определенных компаний. В принципе, так и для того, чтобы это происходило и в нашей стране, в сырьевой, где в основном сырьевые компании, должно происходить постоянное увеличение роста цен на нефть. То есть они не стабильны, да, относительно, как сейчас, а они должны все время прибавлять. Да, и тогда мы увидим какой-то положительный сдвиг в экономике. Соответственно, этого нет, и, соответственно, мы видим то, что видим. У нас сейчас, ну, вот, согласно последним данным, рост экономики 1,2% всего, там, в Штатах 1,8%, то есть уже ниже, чем в развитых странах. Ну, вот, инфляция 6,5%, то есть, в принципе, говорить о том, и плюс снижается промпроизводство, минус 0,2 или минус 0,3, я точно не помню. Вот, согласно последним данным, за год снизилось. Соответственно, ну, никаких улучшений в экономике нет, и в этой ситуации, наверное, в том числе и наш регулятор, он находится, как бы, между молотом и наковальником. С одной стороны, ему нужно стимулировать рост нашему Центральному банку. Ну, то есть, ему задачу поставили теперь такую, да? Да, да, не зря Эльвира Набиулина, которая раньше возглавляла Минэкономразвитие, теперь во главе Центробанка. С другой стороны, высокой инфляции, то есть, в принципе, нет возможности для маневра, то есть, непонятно, что делать регулятору, и непонятно, на чем, в принципе, в такой ситуации будет укрепляться рубль. Ну, и, естественно, на чем восстанавливается экономика, не совсем понятно. Нет, в принципе, я могу сказать, на чем он может укрепиться в краткосрочной перспективе, это ближайшие там какие-то налоговые выплаты, да, в конце месяца, но это все краткосрочный фактор. В принципе, в долгосрочной перспективе рубль сейчас не смотрится привлекательно. Хотя я вот сейчас недавно прочитал такое мнение, что ослабление, снижение процентных ставок, которые все ждут уже давным-давно от нашего ЦБ, даже может на руку рублю сыграть, потому что на этом будут укрепляться ОФЗ, сразу же пойдут деньги в наше рублевое ОФЗ, и, соответственно, рубль будет, мне кажется, это весьма сомнительно. Сомнительно, но и опять, если такой эффект будет, то он будет крайне краткосрочным, да, крайне краткосрочным. Ну, да, я просто хотел добавить с точки зрения того, что ЦБ там находится между молотом и наковальником, с точки зрения, с одной стороны, инфляция, с другой стороны, необходимо стимулирование их мер, да, ну, в принципе, ЦБ предпринимает же шаги, то есть мы не говорим про снижение ставок, а введение новых инструментов, вот, непосредственно там, на предыдущем, не на последнем, да, на предыдущем было заседание, было принято решение о введении нового инструмента, предоставление... Поднерыночные активы, да, поднерыночные активы, на самом деле, просто, мне кажется, изумительный инструмент. Серьезно? Ну, нет, он просто действительно очень, как бы, хороший с точки зрения того, что он не дает на рынок быстрой ликвидности, которая, на самом деле, опасна, вот, как раз-таки, как аукционы прямого репо, там, вот, на котором, там, сейчас... Ну, мы говорили, что народ пирамидится, там, да, деньги... Не то, что пирамидится, да, то есть задолженность, там, распределение задолженности вообще банковской системы перед ЦБ сейчас порядка, там, 70% приходится, то есть, там, 3 триллиона, по-моему, у нас там... Не 3 триллиона, поменьше чуть-чуть, там, ну, 2,8, может, там, триллиона рублей, вообще, совокупная задолженность банковской системы перед Минфином и ЦБ, и из них, там, порядка 2-300 триллиона, да, приходится на прямое репо срочностью, там, до 7 дней, то есть, это однодневки, да, овернайт и 7-дневные. Ну, в принципе, вот эти вот деньги, они не идут в экономику, то есть, банки не кредитуют под них, а вот непосредственно, там, заложить кредитный портфель, да, вот, то, что лежит у банка на балансе, да, то есть, поручительство перед другим банком, ну, то есть, те инструменты, которые, действительно, там, просто лежат на балансе... Обязательства длинные, что самое главное. Да, и вот их заложил, да, ну, выдавая ты кредиты таким же качественным заемщикам, которые ты впоследствии можешь, там, перефондировать, то есть, тут пирамиду сделай на кредитах, причем это не волатильный инструмент, то есть, это не, там, облигация, которую ты заложил в репо, там, она у тебя снизилась, там, ну, произошел, там, маршин колл, ну, такое, допустим, такое случается, да. По кредитам такого, теоретически, быть, ну, наверное, не может, да, то есть, при определенном формировании, там, риска в портфеле, вообще, глобально, то есть, АЦБ все-таки, стимулируют, но, действительно, там, никто не хочет быстрого эффекта, тот, который, там, действительно, там, темпов роста будет у нас, там, за год 12%, да, ну, да, и, там, на следующий, там, квартал у нас будет инфляция, там, 50%, к примеру. Действительно, как бы, никто не хочет плавное, постепенное наращение оборотов и скорости, потому что, как отмечалось, там, в отчете Центрального банка кредитно-денежной политики, недавно опубликованного, там, отмечалось то, что, действительно, как бы, Основная из причин замедления темпов роста экономики — это непростая ситуация в странах торговых партнеров. Ну а кто у нас там торговые партнеры по товарам? Это Европа да Китай, да? Да, ну то есть там замедляются, ну извините, как бы мы... И никуда не деться. Да, то есть мы все в связке. То есть действительно пора уже размышлять не о экономике какой-то отдельной страны, а вот такой глобальной связке. То есть если, как вот валютные войны, да, то есть если где-то хорошо, то в другом месте обязательно будет плохо, да. То есть вот какой-то определенный баланс он все-таки должен существовать. Огласен. Если говорить мы о валютных войнах, то в принципе, да, валютная пара, то если одна растет, то другая падает. Обязательно, потому что в одну сторону... Кому-то выгодно, кому-то невыгодно. Но даже в рамках одной страны кто-то экспортирует, кто-то импортирует, да. Понятное дело, что как бы существуют валютные страховки, да, то есть от... Да, которые там валютные свапы, НДФ, то есть которые позволяют страховать вот эти вот длинные потоки денег. Но все равно это дополнительные ресурсы, когда высокая волатильность, это инструмент дорожает. И это отражается на конечном потребителе, как мы с вами. Согласен, согласен. Максим, добавишь, что вот действительно аукционы под нерывночные активы, да, залог под нерывночные активы, как ты оцениваешь вообще вот этот вот новый инструмент? Безусловно, инструменты интересные, но я не вижу, что вот это способно внести какой-то значительный вклад в рост экономики. В принципе, наверное, возможности по стимулированию нашей экономики у ЦБ, у нашего российского ЦБ, в принципе, ограничены. Я думаю, что это, наверное, лучше, чем, вот если корректно проводить такие аналогии, в принципе, это лучше, чем снижение ставки, потому что мне не очень понятно, почему так все надеются на снижение ставки, так как все-таки у нас ставка 8,25 на межбанке, у нас ставки около 6%, в принципе, не сказать, что банки активно фондируются у ЦБ, поэтому у нас ставка, по сути, ставка рефинансированная, она немножко такой номинальный характер. Да, да, да. Не работает так. Я думаю, что нужно нам как раз-таки ЦБ думать о том, что вот именно придумать какие-то новые инструменты, я не знаю, может быть, даже по аналогии там с ФРС, начать скупку ФЗ там, в конце концов. То есть что-то надо придумать кардинально новое, чтобы действительно ЦБ как-то влиял на рост экономики. Пока этого нет, пока у нас как бы он отдельно живет сам по себе. Да, экономика отдельно, он отдельно. Я как бы маловероятно себе представляю, что если ЦБ будет скупать, то это как бы... Ну это интересно. Ну это просто, нет, просто на самом деле увеличивая там обращение денежную базу, да, как бы это не приведет там к росту экономики, скорее всего это там, ну вы же сами знаете эту замечательную формулу, там количество денег умноженное на скорость обращения равна инфляции на рост ВВП. Ну то есть как бы навряд ли, что это в рост ВВП уйдет, скорее всего в компоненты инфляции уйдет, но не главное. Просто действительно ставка рефинансирования в стране в нашей не является какой-то ставкой, по которой кто-то привлекает, кто-то размещает что-то. Это является индикативной ставкой. Все скорее всего, ну не скорее всего, а все точно ждут снижения по смежным ставкам. В частности вот за счет того, что у нас основной процент задолженности сконцентрировано в репо, там срочность овернайт и 7 дней, да, там ставка 5,5 процента. И как раз-таки вот эти вот годовалые деньги, которые предлагал недавно Центральный банк, они тоже привязаны к этой ставке 7-дневного репо, то есть отличаются на 25 байсных пунктов. То есть годовые деньги Центральный банк разместил, последний аукцион, просто как мне кажется, немногие участники успели к нему подготовиться. Потому что 33-4 кредитная организация всего, ну я просто как бы сведую в этой вещи, да, из 500 миллиардов предложенных взяли всего 306 миллиардов. Ну вот, собственно говоря, это делает то, что не подготовились, хотя деньги... То есть деньги-то нужны, да? 5,75 процента на год, это очень платный день. Леш, извини, сейчас новости, потом мы продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Еще раз я напомню, сегодня в студии Максим Зайцев, старший аналитик акционной группы Норд Капитал и Алексей Егоров, аналитик промсвязь Банка. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Есть у нас несколько вопросов на сайте опубликованных, но дать чуть позже. Леш, если можно, продолжим, по-моему, вот этот интересный рассказ по поводу последнего аукциона. Последний аукцион, просто, как мне кажется, там недостаточно было времени для того, чтобы действительно подготовиться к этому. Потому что инструментов, которые можно было включить, да, это, например, там... Понятное дело, что там подготовка портфеля кредитов, которые ты можешь заложить в ЦБ, она происходит не в день самого аукциона, там, непосредственно, там, за какой-то определенный период тебе, там, его одобряют. Ну, то есть, все на все нужно было время. Вот, собственно говоря, там, те ставки, по которым проходил аукцион, то есть 575, то есть минимальные ставки, которые предложены, годовые деньги, ну, на рынке сейчас маловероятно, что можно найти, тем более под такие инструменты. То есть сейчас у нас основная доля, вообще, как отмечалось, кстати, в отчете Центрального банка, у нас основная доля все-таки задолженности на межбанке, не берем, там, связь между, тандем между Центральным банком и кредитными организациями, на межбанке, да, и рынке РИПО, да, как бы у нас основная задолженность между контрагентами сфокусирована в валютных свопах. Средняя ставка по валютному свопу сейчас на рынке, ну, где-то 6,5, там, овернайт. То есть 6,5, там, ну, к 6, допустим, там, в диапазоне, там, в зависимости от размера кредитной организации и того, как он найдет на рынке себе предложение. Собственно говоря, то есть если на рынке привлекаются деньги овернайт под 6,5, да, а тут есть годовые, возможность привлечь годовые деньги 5,75, ну, мне кажется, что это, как бы, действительно более интересно. И при этом, вот, действительно, если рассматривать годовые деньги, они менее волатильны, да, и они могут уйти, действительно, в экономику. Не то, что там банки привлекают для того, чтобы, там, поддерживать какую-то определенную оборотку, да, свою. Не будем, там, как-то пользоваться банковскими терминами, да, ну, то есть для поддержания собственной жизни, да, то есть формирование, там, ликвидности портфеля, то есть вот такие вот вещи. А здесь, действительно, годовые деньги, там, на привлекаемые под инструменты, которые просто у тебя находятся на балансе. Ну, вот эти деньги могут уйти дальше в экономику. То есть это вот можно, в принципе, рассмотреть вот этот инструмент, как выделение ресурсов какому-нибудь вебу, да, и который дальше, там, какие-то, там, выдает кредиты, там, целевые. Ну, то есть вот можно, в принципе, это сравнить. Я понял. Я понял. Максим, тебе вопрос, извини, уж времени не так много. Традиционно освети ситуацию на долговом рынке Российской Федерации, мы как-то, да, о нем сегодня в кольце упомянули. Что там происходит-то вообще? Но, в целом, пока у нас, скорее, легкая коррекция наблюдается на долговом рынке, наверное, пока у нас такая ситуация наблюдается с рублем особого притока денег в облигации не стоит ждать. Тем более в ФЗ. Поэтому здесь какой-то спекулятивной игры сейчас нет. В том числе данные по инфляции пока мы, пока что у нас инфляция 6,5%. Целевые ориентиры ЦБ опять 6%. То есть эта тема как бы пока отходит, тема со снижением ставки пока отходит на второй план. Поэтому какого-то интереса от участников рынка сейчас пока не чувствуется. В принципе, плюс, если мы на глобальных рынках не исключаем коррекцию, что может привести сокращение объемов скупаемых облигаций со стороны ФРС, на этом фоне, конечно же, рублевые фазы также не будут особенно смотреться интересно. Тем более сейчас коррекция, в принципе, сейчас идет по всем, на всех рынках облигаций. Да, Леш? Хотел бы добавить к моему коллеге, потому что он сказал, ну действительно там наблюдается, то есть и вот в тех же самых UST Treasures, вчера вот там доходность достигла 2,89, то есть это какое-то там за последние два года максимальное значение на фоне опасений того, что ФРС все-таки будет сворачивать. И вот про ОФЗ хотел бы добавить, да, то, что буквально недавно был опубликован отчет относительно состава инвесторов, которые вкладывают ОФЗ. Сейчас на фоне открытия вот этих вот ClioStream у нас доля иностранных инвесторов вообще во владении ОФЗ, она немножко увеличилась. Соответственно, как бы риски возможного, ну то есть волатильность, да, она увеличилась и привязка к долговому рынку Европы там и другим странам, то есть вот, ну как я понимаю, там пул инвесторов не только что там, только Европа в Россию вкладывает. Ну вот, собственно говоря, там вот волатильность нашего рынка сейчас она увеличивается и становится более коррелирующим к другим странам. То есть действительно там сейчас все страны демонстрируют отрицательную динамику по доходности, то есть сейчас доходности растут у всех, отрицательную динамику не в доходностях, а в ценах. Ну вот, а доходности растут, и действительно как бы наш рынок тоже потихонечку так начинает подздуваться. Да, подздуваться и с одной точки зрения, да, как бы позитивного, что мы часть некого глобального опять, да, тренда, а с другой стороны вот этот тренд нисходящий. Мы часть глобального тренда, да, когда он негативный. А когда он позитивный, да, мы все-таки в него не встраиваемся. Пока так, как всегда так происходит. Ну давайте пару вопросиков. Итак, традиционный вопрос. Куда вкладываться, да, что делать с капиталом, с прицелом на год? Каким образом вот его сохранить с прицелом на год, спрашивает Игорь. Ну есть традиционные мультивалютные счета, которые, если человек не приемлем, для себя формирование каких-то определенных валютных рисков, то есть надо понимать, да, то, что вы хотите для себя видеть. Вы хотите для себя сохранить капитал или приумножить его, ну соответственно, как бы... Ну речь о сохранении, насколько я понимаю. Ну сохранение, действительно, мультивалютный какой-то депозит. То есть банковский депозит, да? Ну, просто рекомендовать людям там инвестировать в какие-то рыночные инструменты, это действительно там опасно с точки зрения, потому что там рыночный риск еще возрастает. К тому, что помимо того, что валютный риск, у тебя еще и рыночный риск добавляется. Действительно, если рассмотреть, то некоторые инструменты, там, фиксированные доходности, с начала года, там, у них, по-моему, доход, ну, как бы по облигациям смотреть, там некоторые портфели показали ниже, доход ниже, чем... Банковские депозиты. Банковские депозиты. Потому что банковские депозиты на фоне вот высокого спроса на ликвидность, то есть в свое время был действительно очень высокий такой бум процентных ставок. В принципе, сейчас, наверное, можно найти действительно депозиты такие под хорошие проценты ставки. Никто не говорит то, что надо там нести в банки, там, которые находятся за периметрами, там, первые сотни, наверное, банков, но и там... Ну, многие в первую десятку стремятся даже. Ну, первая десятка, сами понимаете, как бы там... Фишком жесткие условия, да? Да, да, то есть вы положите там поставку, я даже не знаю, ниже овернайта на межбанке. Межбанке, да. Да, то есть там будете заказывать... Мультивалютные счеты — это то, что мы традиционно называем корзиной валют, правильно? Да, корзина валюты. А что там, какие валюты там? Евро, доллар, рубль. То есть все-таки троечка, да? Ну, я думаю, что просто там экзотические валюты, там, типа юаня, рупия. Нет-нет-нет, я имею в виду, что, может быть, евро ты уже там не рекомендовал бы, учитывая ситуацию. Ну, я бы не стал бы как бы там отметать, да, потому что у нас действительно там... Все смотрят в основном на как торгуются там корзина, допустим, да, и дальше уже раскидывают по связке евро-доллар, да, либо смотрят на доллара дальше, потом раскидывают корзину. Ну, вот. Действительно, там как бы есть какая-то... Ну, не то, что там корреляция между долларом и евро, есть определенная корреляция, да, это международную пару. Но все-таки я бы не стал бы там разбрасываться возможностью там нивелировать еще и этот риск. То есть вот акцент все-таки я бы сделал, если сохранение капитала мультивалютный счет. Действительно, по рублям сейчас более высокие ставки, причем ставка, что удивительно, ставка по депозитам в рублях выше инфляции, то есть это... Редко такое бывает. Ну, это немножко иррациональная ситуация, скажем так, потому что, как правило, там депозитные ставки, они там либо балансируют совсем на уровне инфляции, либо чуть-чуть ниже, да. Максим, твоя рекомендация? Ну, абсолютно согласен. Единственное, я бы не рекомендовал, наверное, какие-нибудь экзотические валюты, евро, доллар, рубль, потому что сейчас рынок не совсем понятно, что происходит. Как бы, с одной стороны, все ждут укрепления доллара, с другой стороны, видят его ослабление к валютам развитых стран и не очень хорошую динамику по валютам развивающихся рынков. С одной стороны, по рублю, как бы, не очень благоприятные факторы для укрепления, с другой стороны, как бы, сейчас бивалютная корзина находится вблизи верхнего интервала операционного, и ЦБ проводит валютную интервенцию, то есть масса противоречивых факторов довольно сложно... То есть мы как-то находимся на каком-то стыке, поэтому сейчас самое оптимальное, это вот сбалансировано, как бы, корзина валют, наверное, будет. Или, если все-таки, с другой стороны, если все-таки, как бы, говорить о каких-то предпочтениях, то, наверное, все-таки я бы предпочтал американский доллар в то же время, потому что, если все же предположить, что будет какой-то негативный сценарий, то, наверное, у доллара хороший потенциал для укрепления, если мы все-таки увидим хорошую коррекцию на глобальных рынках, на финансовых, то есть, наверное, у доллара есть хороший потенциал для укрепления, в то же время предпосылок для значительного его дальнейшего ослабления, там, к тому же, евро я не вижу. Я понял. Если, опять, о корзине, да, два слова еще скажите, в каких пропорциях? В каких пропорциях? Ну, я бы в равных, то есть, кому-то. Ну, гроб, там, 30-30-30. Скажем, человек может, там, исходя из своей структуры расходов, там, потому что, наверное, валюта нам всем нужна тоже, потому что, ну... Ну, периодически отдыхать мы ездим. Да, периодически отдыхать. Ну, чего еще валют? На границу? Да. В России отдыхать, экономику поднимать. Ну, да. Ну, надо учитывать такой фактор, то, что мы покупаем множество товаров, которые из-за рубежа привозят, и то, что в случае ослабления рубля они будут дорожать, поэтому даже те, кто отдыхает в России, целесообразно там, ну, пользуются там компьютерами, допустим. То есть, с этой точки зрения, импортные товары, да, вот... Ну, импортные товары, мне кажется, импортные поставки не так сильно привязаны к стоимости там... Валюты. Да, ну, потому что... Против рубля, да. Все-таки страхуют все-таки вот эти поставки все. Ну, имеется в виду свапами там какие-нибудь... Ну, хорошо, а... Я бы все-таки, вот честно сказать, я все-таки вот сейчас, да, если раньше там я отмечал, что там у рубля плохие, плохие как бы вводные данные, да, плохие перспективы, то сейчас я все-таки, наверное, на самом деле как бы распределил бы, допустим, там 50, наверное, 5% на рубль, может, даже 60% на рубль, и раскидал бы там, допустим, там... На евро я бы меньше всего сделал бы ставку, ввиду того, что, ну, мне кажется, что текущие уровни в соотношении с долларом и остальными валютами евро немножко так... 5,15 в сумме как раз получилось. Да, получилось 100. Ну, то есть я бы все-таки... Ну, и тем более, как бы, не исключено, что там возможные колебания, валютные колебания, они будут нивелированы более высокой ставкой процентной по депозиту. То есть если вот даже так рассмотреть, потому что, ну, ставка по долларам у вас будет там, ну, на год, ну, не знаю, там 3,5%, 4%, я вот, честно говоря, не вдавался в подробности, не исключено. Ну, небольшая, естественно, не сравнись с рублевой. Да, с рублевой ставкой у вас будет, не знаю, там... Ну, то есть надо напомнить, да, что когда даже вы вот эту консервативную такую стратегию инвестиционную выбираете, банковский депозит, то у вас в любом случае, да, есть, а, ваша доходность, это процентную ставку, которую банк вам предлагает, и существуют еще некие валютные риски, когда в силу тех или иных причин, да, рубль теряется, не доллар теряет или укрепляется, наоборот. И вот, соответственно, да, с одной стороны вы выбираете больше процентную ставку, чтобы больше заработать, а, с другой стороны, вы распределяете валюту в какой-то пропорции, чтобы нивелировать валютные риски. Вот, собственно, так и решается эта задача. Я правильно понимаю? Конечно. Ну, и слабо. Абсолютно верно. Спасибо огромное, спасибо за ответ на вопрос. Итак, друзья, мы заканчиваем, и я еще раз напомню, сегодня в студии сухого остатка Максим Зайцев, старший аналитик инвестиционной группы Нордкапитал, и Алексей Егоров, аналитик Промсвязьбанка. Мы обсуждали сегодня тему валютного рынка, ну, приходится признать, да, наверняка рубль продолжит свое ослабление. Ничего страшного. Всего вам хорошего, успехов на рынке, до свидания.